здравствуйте друзья у нас постоянно зрители спрашивают что там с недвижимостью с ценами как рецессия на это повлияло как там выборы повлияли но вообще как вот как что с недвижимостью некоторые все знаете ждут что упадет тут они налетят таким коршуном и купят надо сказать что в среднем по стране в целом по стране стоимость недвижимости растет вот казалось бы там да рецессия там и все такое а стоимость растет почему это происходит в частности основная может быть причина в том что сейчас исторически очень-очень низкий interest rate то есть вот банковский процент чем чем меньше процент тем меньше платежи которые месячные надо платить соответственно тем больше людей в состоянии там что-то купить поэтому вот этот вот низкий interest rate он исключительно стимулирует тех кто думает что-то прикупить он позволяет прикупить что-то людям которые так не могли бы прикупить там если было повыше или или там существенно повыше и соответственно растет значит есть места в которых падает и вы на самом деле без особого так сказать напряжения можете сообразить где это происходит это вот те самые большие города в которых очень-очень высокие цены и откуда люди во время пандемии начали сваливать в тех или иных масштабах это сан-франциско это нью-йорк это насколько я знаю вашингтон дисси да вот это вот округ колумбия вот народ отъезжает куда-то в пригороды и соответственно в пригородах там по 50 там оферов дают на какой домик там как бы спрос большой говорят что из нью-йорка вообще там чуть ли не полмиллиона народу съехала в сан-франциско я читал что 6 процентов жилой недвижимости стоит вакантная значит никто там не живет соответственно это подрезает цены люди хотят сдать все-таки это деньги вот и цены на аренду снижаются ну вот у нас тут кремниевой долине поскольку мы как-то непосредственно вовлечены я могу сказать что тоже наверное немножко немножко идет вниз не сильно но немножко идет вниз и понимаете если раньше например люди приезжали там в google facebook на работу до в apple тут полно народу было то сейчас они соответственно уже и не приезжают а работают удаленно приезжали люди скажем скандинфордский университет вот у нас тут за спиной там остался тоже студенты аспиранты там всякие ученые по обмену и так далее тоже проблема ночью как бы рынок такой подсевший так вот тут новое как бы обстоятельства в этом во всем состоит в том что все-таки у нас вакцины на подходе и и как бы так вот пишут что к апрелю месяцу к апрелю месяцу всех кто там есть живой там ходячий бродячий всех вакцинирует если они не будут сильно сопротивляться хотя некоторые мы знаем будут сопротивляться я честно не хочу сказать что я хочу вакцинировать мы со светлана это обсуждаем его грима подождем мы лучше так потише посидим посмотрим как пойдет там мало ничего бывает ночью как-то нет нет доверия к тому что такая быстро склепанная вакцина которая не протестирована толком там на сотнях тысяч так миллионов людей к как-то вот знаете хочется пожить еще тоже вот и ну тем не менее тем не менее значит речь идет о том что где-нибудь начиная там с апреля месяца а уж там до допустим следующего сентября да так уж точно компании но если не полностью вернуться люди в офисы как они были безусловно кому-то дадут возможность там поработать удаленно то есть будет гораздо больше процент людей работающих удаленно чем был до пандемии наверное будет распространяться в шире вот это движение которого у нас тут было сколько хочешь кремниевой долине когда люди там скажем два дня в неделю три дня в неделю работали из офиса а остальные дни из дома это позволяло им отъехать куда-нибудь часа на два отсюда где намного дешевле недвижимость где там может быть какие-то знаете там речушки и там у них лодочка там еще чего-нибудь какие-то каналы там и так далее есть такая недвижимость мы снимали у нас на канале есть и если кто-то интересуется то может посмотреть вот частности есть такой город бренд вот есть даймонд бэй вот мы снимали там и как раз вот так такого плана места значит к чему это рассказываю что то есть с одной стороны мы видим что люди из таких вот интенсивных мест как нью-йорк сам франциско кремниевая долина потихонечку отваливают в условиях пандемии и цены снижаются с другой стороны мы видим что еще немножко там но вот я не знаю но год допустим год и более-менее все вернется на круги своя может быть с какими-то потерями да там не может быть 20 процентов потерь будет а 80 процентов вернуться и мы смотрим тут строительство у нас идет со всех сторон ну там где земля есть свободная там строят google продолжает строить свой кампус эти громадный тут сан-хосе и тогда ничего такого не отменилось поэтому я думаю что люди которые интересуются жильем в практическом плане в практическом они должны были бы посмотреть вот на то что то откуда сейчас народ рванул пока вот это уже она и будет наиболее привлекательным со временем потому что во первых там цена упала а во вторых она там будет быстро расти по мере того как пойдет вакцина по мере того как народ немножко успокоиться по мере того как народ компании начнут возвращать сотрудников в офис и университеты начнут возвращать студентов на кампусы и так далее так далее и это все очень не за горами очень вот и пока еще низкий интерес друзья интересно будет низким надо полагать достаточно долго вот хотя тут сейчас что происходит это не решает байден там или кто-то из его администрации это решает federal reserve bank и сейчас вот его упаковывают а срочно там сторонниками трампа которые могут просто как бы из своих соображений понятно значит сделать так что интерстрейт не будет хорошим и будет экономика наоборот будет ее поддавливать это тоже возможно в подготовке к следующим выбором в общем это так как бы разные есть соображения во всяком случае мы видим как сейчас срочно пытаются упаковать federal reserve bank вот как бы новыми людьми и и какими именно это все хорошо видно ну и тем не менее то есть понятно что есть миллион разных факторов но как бы общие общие тренды когда люди уезжают люди приезжают они уходят из офисов они возвращаются в офисы ну и конечно вот этот интерес трейд который мы надеемся еще довольно долго будет вот таким все-таки все-таки высокая безработица 8 процентов и его держали на нуле практически даже когда безработица была вот там три с половиной процента то есть исторически минимальная да и все равно интерстрейт держал вот этот фед федовый резервбанк держал интерстрейт просто нулевым как в самую жуткую рецессию раз уже рецессия но посмотрим вот такое такое небольшое сообщение для тех кто интересуется недвижимостью я вообще-то посматриваю послеживаю и все время пишут на эту тему но вот сейчас вот поскольку вакцина глядишь скоро появится нам то вот это какой-то такой дополнительный фактор и я хотел на эту тему поговорить счастливы друзья а